Всем привет! С вами снова время обзоров. Как ни крути, а руки для спиннингиста являются самым слабо защищенным органом. Особенно в сильные ветра и морозы. Нет, конечно вы можете напялить старые бабушкины вязаные перчатки, но я вам гарантирую, что через несколько минут в них застрянет тройник и рыбалка превратится в танец с бубном. Хорошо, что в такие морозы спиннингисты рыбачить не часто. Для более адекватных температур в районе плюс-минус 7 градусов производители предлагают кучу разнообразных решений. Кто-то, конечно, скажет, что ему не нужны перчатки в такую погоду, и я с ним не соглашусь, потому что ветер, вода, рыбья слизь и низкие температуры очень хорошо убивают кожу, делают ее грубой, неэластичной, появляется зуд и вообще она легко повреждается маломальски острыми предметами. Поэтому стоит обратить внимание на всевозможные перчатки. Мы как раз сегодня поговорим об одних из них, которые выпускает компания Engler. Я сам являюсь активным пользователем их продукции и сейчас расскажем о них поподробнее. Всего в линейке компании 4 модели отличаются они в зависимости от типажа и степени утепления. Начнем мы с самых легких. Это перчатки под названием Glowless Neo Cover 5 Cut. Это означает, что у них отрезаны все пять пальцев, и такой форм-фактор предоставляет самый удобный вариант для рыболов-спеннингистов, так как свободные пальцы позволят легко завязывать узлы, менять приманки и тому подобное. Изготовлены они из комбинации материалов нейлона, кожи зама и специальной армированной части, которая находится в области ладоней. Этот материал хорошо сопротивляется проколам и не позволяет скользить предметом, который вы держите. Перчатки скроены таким образом, чтобы полностью повторять анатомическое строение кисти. Это не стесняет движений, позволяет легко, ну, буквально не чувствовать их на руках во время рыбалки. В области запястья имеется специальная резинка, а также утяжка на липучке. Это сделано для двух моментов. Во-первых, перчатки не будут соскальзывать, во-вторых, под них можно заправить, допустим, водолазку, таким образом препятствуя попаданию холодного воздуха под перчатки. Поставляются перчатки в удобном силиконовом пакете, он прозрачный, позволяя полностью видеть содержимое, и закрывается на молнию Zip Up. Вешивается при помощи специального крючка и отлично смотрится на любом прилавке. Переходим к следующей модели, и она у нас полностью повторяет предыдущую, однако отличается количеством пальцев отрезанных, я имею в виду. Здесь у нас уже всего три отрезанных пальца, а мизинец и безымянный полностью закрываются. В принципе, перчатки ничем не отличаются, и как-то особенно заоставить на них внимание я не вижу смысла. Это критерии субъективные. Хотите берите такие, хотите берите другие. Далее переходим к следующей модели, и она называется Fishing Glows. И вот они уже способны защитить нас от низких температур и неприятной непогоды. Данная модель полностью закрывает нашу руку, включая кисти и пальцы. Изготавливается она из сочетания неопрена и флиса, который армирован специальным материалом. Собственно, армированный материал находится в области ладоней и кончиков пальцев. Он не позволяет скользить предметом, который мы держим в руках, и защищает руки от проколов. Как вам известно, неопрен обладает весьма серьезными теплоизоляционными свойствами, ну а флис в области ладони тоже неплохо греет. Как и все модели компании Engler, это тоже изготовлено по анатомическому крою. Соответственно, перчатки не будут стеснять движение кисти во время работы. Для закрепления здесь используются две вещи. Это резинка в области кисти и липучка. Она выполняет сразу две функции, то есть не позволяет перчаткам соскальзывать с руки, а также под нее можно заправить водолазку, тем самым препятствуя попаданию холодному воздуха внутрь. Еще одна небольшая приятность – это клипсы, которые располагаются в области запястья. При помощи нее перчатки соединяются между собой и исключают возможность потери, знаете, как носки у нас теряются соседние в ящике. Как перчатки не хороши, но все-таки у них имеется пару минусов. Не глобальных, но они есть. Первый – это отсутствие герметичности. Перчатки на первый взгляд выглядят полностью водонепроницаемыми, но это не так. Если погрузить их в воду, швы начнут пропускать внутрь влагу и, естественно, рука промокнет. Что касается снега и дождя, они защитят вас на 100%, но все-таки отпускать рыбу прямо в воде не стоит. Ну и второй минус – это отсутствие открытых пальцев. Вы, конечно, можете попробовать вязать узлы в перчатках, но я бы хотел на это посмотреть. Это, конечно, не глобальный минус. Перчатки можно снять, по-быстрому завязать или поменять приманки, и все готово. Что касается упаковки, здесь также используется силиконовый чехол. Он прозрачный, через него отлично видны перчатки. Имеется крючок, при помощи которого можно повесить продукцию на стенде, и ее отлично будет видно. Вывод по данной модели толков. Это отличный вариант для того, чтобы защитить руки от холодных температур и неприятного ветра. Однако он имеет минус в виде невозможности вязать узлы. Ну и последняя модель на сегодня – это беспалые перчатки со съемной варежкой, назовем ее условно так. Модель позволяет отлично сохранять тепло рук и защищать их от непогоды. В то же время вы сможете легко поменять приманки или завязать узлы. Для этого достаточно просто снять варежку, закрепить ее на тыльной стороне ладони при помощи липучки, и все, работайте свободно. Изготавливаются они из комбинации материалов неопрена и флиса, который в дополнение армирован защитным слоем. Флис находится у нас со стороны ладони, а неопрен стыльный. Защитно армирующий слой отлично защищает руки от всевозможных проколов и не позволяет скользить снастям в руках. Эластичность материалов позволяет свободно работать кисти, не сковывая ее движений. В области запястья имеется специальная резинка и еще затяжка-липучка. В их обязанности входит препятствие соскальзывания перчаток с рук, а также позволяет загнать под перчатки, допустим, водолазку или свитер, и потом уже затянуть при помощи липучки. Подводя итог, можно сказать, что данные перчатки являются наиболее эффективным и, наверное, удобным вариантом для спиннингистов, рыбачивших в зимний период. У вас одновременно имеется, так сказать, вариант с варежками, когда рука хорошо утеплена, и в то же время вы можете от нее и освободиться, освободить пальцы и, соответственно, вязать узлы, менять приманки. Что касается качества и прочности материала. Как я уже говорил, я сам являюсь пользователем данных перчаток. У меня модель с постоянными пальцами. Я их приобрел где-то, наверное, в начале ноября. Успел пару раз всего сходить на рыбалку. В принципе, они меня устраивают. Тот момент, что мне приходится снимать перчатки, меня не сильно беспокоит. Ну, а что касается прочности. Собственно, отрыбачив конец спиннингового сезона, я продолжил заниматься в них на улице. Я хожу регулярно на турник, где нужно сохранять руки от холодного металла. И я надеваю эти перчатки. За время пользования могу сказать одно, что они все, ну как, все швы, материалы, ничего не истерлось и не испортилось. А уже прошло два месяца с регулярными тренировками. Соответственно, перчатки отлично держат снег, потому что я еще отжимаюсь. То есть, холод не передается, в принципе, рукам и, соответственно, не попадает внутрь. На этом я могу, в принципе, закончить рассказ о перчатках и сказать до вершения, что это отличное решение для спиннингистов. Отправляясь на рыбалку, уделяйте должное внимание своим рукам. В конце концов, они для нас играют очень важную роль каждый день, и поэтому защищать их на рыбалке тоже необходимо. Субтитры создавал DimaTorzok